На деле гимнастерки и шинели, вчерашние мальчишки цвет страны. Девчонки на прощании песни пели, желали выжить в грозный час войны. Эти памятные строки школьники, которые знают о войне только по рассказам и фильмам, в преддверии празднования победы подарили Ивану Григорьевичу Тинькову. В годы Великой Отечественной он сражался на Карельском фронте. Главной задачей было вывести из войны Финляндию, которая пыталась прорвать оборону советских войск с севера. Форсирование реки Свирь ветеран вспоминает до сих пор. 320 самолетов обрушили самовую нагрузку на тот берег. И там леса, болота, озера. И все это горело, и, как говорится, поднимало с пламя дым до высоты. Участники военно-патриотического клуба словно прямо с фронта попали в школьный класс. Форма времен Великой Отечественной, погоны, медали. Маленькой Варваре всего четыре, а она уже рядовой пограничных войск Советской Армии. Форму девочки пошили в этом году. Патриотизм прививают с детства. Отец Варвары, участник военно-патриотического клуба, Андрей Васильев, уверен, детей необходимо знакомить с судьбами героев. Для нас и для наших детей это важно, и это будущее, и чтобы помнили. Так же, как и о Первой мировой войне, и помнили и о Великой Отечественной войне, и тех людей, которые погибли в локальных войнах. Это память, это история нашей страны. Здесь же небольшая выставка, пистолеты, автоматы, винтовки военных лет, чтобы школьники поддержали в руках оружие, которое помогло советским воинам отстоять честь страны. Ребята к приходу гостей тоже подготовились. Не просто выучили тексты, прочувствовали каждую строчку. Читая стихи, как будто становятся старше. Говорят, слова наизнанку выворачивают душу. О том, как проходила война, как трудно тогда было. Но потом, в день победы, все были рады, все теперь вспоминают об этом. И не надо этого забывать, о тех страшных событиях. На памятном празднике ребята преподнесли ветерану подарки, а Иван Григорьевич передал школе книгу воспоминаний куйбышевцев о войне. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.